Все готово. Все эти организации, две эти структуры, две команды были инициаторами проведения такой специальной номинации в рамках давно известного конкурса годовых отчетов. Нам кажется очень важно, что коллеги, которые принимали участие, получили призовые места, получили дипломы победителей этой специальной номинации, согласились презентовать свой опыт. И сегодня у нас уже четвертая встреча, завершающая этот цикл встреч и вебинаров, на которой мы рассказываем о том, как в годовом отчете организации, некоммерческой организации, находят пространство и место информации про оценку и мониторинг. Об этом мы говорим с нашими гостями, с руководителями разных организаций. Сегодняшнего гостя мы вам представим чуть позже. А с нами уже общались на эту очень интересную и важную для сектора тему и коллеги из организации «Лыжи мечты», и коллеги из организации, из фонда компании «Амвэй в ответе за будущее» и другие организации. Все записи есть, и они будут отправлены участникам, кто отправил заявку на регистрацию по завершению нашего цикла встреч. А сейчас для приветствия я бы хотела передать слово Ирине Гарт, представителю на нашем мероприятии форума доноров. Ирина, вам слово. Ирина, спасибо. Добрый день, доброе утро, в зависимости от того, где вы находитесь или даже уже добрый вечер, коллеги. Я действительно в этот раз поприветствую вас от форума доноров и от совета форума доноров, от крупнейшей грантодающей организации, которая работает на территории нашей страны. И, как Мария абсолютно правильно сказала, несколько лет назад, когда две ассоциации задумались о том, как они могли бы объединить свои усилия в рамках деятельности и форума, и АСОПа, появилась вот такая интересная номинация. Она эволюционировала за те годы, пока она была. Но что для нас важно, как для профессиональной ассоциации, которая объединяет корпоративные фонды, частные фонды, фандрайзинговые фонды. Для нас очень важно помочь коллегам и тем, кто занимается финансовой, технической, экспертной поддержкой, и тем, кто эту поддержку получает, помочь им на примере тех практик, которые экспертной комиссии, жюри этой номинации признаются лучшими. Помочь им увидеть возможность и потенциал оценки, понять, что это не чисто номинальная какая-то вещь, не вишенка на торте, а это тот инструмент управления и деятельностью организации, и нашим программным портфелем. Инструмент, который помогает нам все время совершенствоваться. И очень здорово, что в этом году среди тех, кто стал победителями в этой номинации, есть самые разные некоммерческие организации и крупные московские, и региональные, и локальные. Мне видится, что это прекрасная иллюстрация того, что формирование культуры оценки в нашей стране, пусть идет, может быть, не такими семимильными шагами, какими мы хотели бы это видеть, но то, что прогресс и эволюция наблюдается. Это очень здорово, и огромное спасибо Ассоциации специалистов по оценке, и еще большее спасибо тем коллегам, которые выиграли эту номинацию и готовы делиться своим опытом. И, наверное, что самое ценное, и опытом, и теми уроками, которые они получают, используя этот инструмент в своей деятельности. Спасибо. Большое спасибо, Ирина, за приветствие. Мы сегодня с Ириной будем со-модераторами, будем помогать коллеге извлекать смыслы из нашей сегодняшней встречи, модерировать, задавать вопросы. Но такая опция есть и у вас тоже. Я вижу, что к нам присоединяются участники, все новые и новые. Коллеги, у нас живая встреча. Да, она деловая, но так же, как и оценка, очень живой процесс, очень гибкий процесс. Мы предлагаем вам включаться в нашу встречу и писать вопросы или в чат, или включаться в эфир голосом, и также их в моменты нашей встречи, где будет возможность для вопросов, их адресовать и нам, и сегодняшнему гостю. И я уже готова с радостью представить и пригласить в наш эфир гостя сегодняшней встречи, гостя нашего четвертого вебинара Артем Петернев. Мы перемещаемся сейчас в Нижнеудинск, Иркутская область. Артем является председателем Нижнеудинской организации, районной организации «Доверие». Артем, добрый день. Привет, Маша. Добрый у нас как раз вечер. Мы тут в восточных краях нашей страны обитаем. Доброе утро, день, вечер у кого как. Очень рад присутствовать. Для меня это, правда, очень большая честь. Ну, без шуток, да, потому что надо понимать, что мы живем в маленьком городе, у нас очень маленькая некоммерческая организация. И когда тебе говорят, ну, тут вот выступали, вы же мечты, я думаю, боже. Ну, это, правда, очень кайфово всех вас сегодня видеть. Я надеюсь, то, что я расскажу, будет интересно, может быть, полезно. Но в любом случае, это прекрасный повод обсудить те вопросы, которые и Маша обозначила, и которые обозначены вообще в теме этих встреч. Могу приступать или есть еще какая-то? Да, да, Артем и коллеги, мы, конечно, сейчас начнем, но хотелось бы начать нашу встречу пока не с мониторинг и оценки, хотя это наша основная ключевая тема встречи, а, возможно, Артем, с презентацией твоей организации, потому что, мне кажется, очень важно использовать и наши встречи как знакомство, потому что наш некоммерческий сектор многогранный, разнообразный и разноудаленный. Нам очень интересно узнать коротко о доверии, где вы находитесь, как и с кем вы работаете. Маша, ты как будто читаешь мысли. Сейчас я запущу демонстрацию экрана. У меня есть презентация. И в этой презентации как раз, на мой взгляд, очень важно говорить о контексте, в котором мы сегодня будем говорить, и чтобы было полное понимание того, насколько и каково нам работать с оценкой, чтобы вы понимали, кто я, кто такая, собственно, наша организация, что это такое, где мы находимся. Это, правда, важно понимать. И контекст начнем с того, что живую работу я в городе Нижнеудинск. Артем, прошу прощения, можно сейчас презентацию настроить так, чтобы листали слайды, пока мы видим первый слайд. Ой, а у меня все листается прекрасно. Если нужна помощь, можем сейчас коллегами подстраховать, включить. Давайте попробуем, потому что, ну, я говорю, у меня вот не очень хороший интернет здесь. Давайте я попробую еще один разочек переподключить. И раз, и два. Так, что-то меняется у вас? Пока прежняя демонстрация. Его можно сделать сначала. Дело же в этом, да, Маша? Чтобы полностью слайд был на весь экран. Ну да, у меня так и есть. Значит, это какой-то косяк с интернетом, потому что у меня все листается. Давайте тогда я пока порассказываю так, а коллеги... А я включу презентацию. Да, хорошо. Значит, чтобы вы понимали... Ой, отлично, вот видите. Еще следует... Вот здесь мы остановимся. Чтобы вы понимали, город Нижнеудинск, это очень маленький город, 30 тысяч населения. Находимся мы, вот видите, на карте России примерно в сердце. От нас не очень далеко находится Байкал. И это удивительный город. Я его очень люблю. У меня была куча возможностей переехать в большие города. И предложения были очень хорошие такие. Прям можно было и жить, и работать. И в некоммерческом секторе в том числе. Но это прекрасное место. Я его безумно обожаю. Это самый старый город Иркутской области. Здесь когда-то очень давным-давно, ну там, не знаю, условно, начинал работу Бурденко. Великий академик Российской медицинской академии наук. В нашем профилактории ныне начинал свою практику. У нас родился Ивтушенко, хотя есть такое распространенное мнение, что родился он в городе Зима. Это неправда. Он родился в одном роддоме с моим отцом. Сейчас этого роддома уже нет, но это история, которая живет в каждом крошечном домике, в каждой улице, в каждой яме в асфальте. Живет история целой страны. У нас был арестован Колчак, вот, например, здесь на слайде. Он смотрит серьезным взглядом на нас. Вот, и в этом маленьком городе, от которого 500 километров до Иркутска и 500 километров до Красноярска, еще 10 лет назад вообще не было некоммерческого сектора, как такового, просто ноль. Были вот эти самые, знаете, там, советы женщин, советы ветеранов, вот такие глубоко аффилированные в бюджет, значит, общественные организации. И примерно 10 лет назад, можно следующий слайд, пожалуйста. Примерно 10 лет назад появляемся мы, ну, там, в 2010 году. Я пришел в организацию написать статью, меня пригласили родители, которые воспитывают детей с инвалидностью. Говорит, приди, пожалуйста, напиши статью про вот нашу, ну, пока еще не организацию, но вот совсем скоро, мы, наверное, там зарегистрируемся. Я прихожу, смотрю и понимаю, что я, а у меня было журналистское образование, я там мечтал писать статьи, работать на Первом канале, сменить Малахова, все как положено. И, соответственно, вот я прихожу и понимаю, что вот какая-то бесполезная штука-то меня раньше одолевала, а вот это важно. И я написал про них статью, потом говорю, слушайте, а давайте сделаем сайт. Там 12 лет назад у нас в городе это звучало примерно как, а давайте в космос полетим, ну, там, послезавтра. И мне говорят, ну, давай. Потом я говорю, давайте напишем заявку на грант. Они говорят, грант. Я говорю, нет, гранты – это испанская знать. Вот давайте на грант напишем заявку, это тоже круто. Мы написали первую заявку, получили первый грант. И сегодня, можно следующий слайд. Сегодня мы прошли огромный путь. И я каждым шагом этого пути горжусь. И вот это, кстати говоря, страницы отчета, о котором мы будем говорить. И вот эти страницы возможны только благодаря тому, что организация занимается мониторингом и оценкой. Если бы она этим занималась, мы не могли бы сказать, а что же у нас произошло в 2012 году и как это вообще влияет на жизнь нашей организации. И вот с 2010 года до 2019 мы были сервисной организацией и занимались преимущественно помощью и поддержкой людей в семьях, которых есть, ну, либо это ребенок с инвалидностью, либо это взрослый с инвалидностью. У нас были, мы старались не ставить каких-то там запретов, ну, типа, вас мы не берем. У нас были абсолютно разные диагнозы, просто разные дети и взрослые, и подростки. И у нас в городе этим не занимался больше никто. И поэтому все самые тяжеленькие оказывались у нас в организации. Начиналось это просто как клуб родителей. А потом у нас свершилась, наверное, одна из первых очень ярких для нас побед, когда нам удалось объяснить и доказать, и показать, что это работает. Мы открыли первый класс для детей с инвалидностью до того, как это сделало образование у себя в организации. Это был какой-то просто фурор, и у нас было 6 ребят, педагоги, и это все было прекрасно. Но тогда мы стали понимать, что, ой, а нам бы вот волонтеры бы не помешали бы, но этим никто не занимается. Потому что, я еще раз говорю, 500 километров до цивилизации в одну сторону, 500 километров до цивилизации в другую. Не придет никто и это не сделает. И мы такие думаем, ну, значит, мы должны это сделать. И мы стали заниматься волонтерами. Потом мы подумали, ой, классно было бы, если бы нам жертвовали на зарплату педагогам, на уборщиках, в конце концов, на какие-то материалы для занятий с ребятами. И оказывается, есть такое слово благотворительность. Я вот коллегам недавно рассказывал, мы проводили первую ярмарку благотворительную. Она, кстати говоря, на год младше душевного базара всего лишь. Мы проводили, значит, ярмарку, и к нам пришли люди и говорят, а где тут деньги раздают? Мы говорим, ну, не здесь, потому что мы здесь вот собираем, мы помогаем то-то, то-то, так-то, так-то. Они говорят, а, а мы думали благотворительность, нам будут деньги здесь давать. То есть вектор вообще был в городе перевернут. И мы стали заниматься вопросами благотворительности. И наслаивалось, наслаивалось, и вот этим надо заниматься. Потому что если мы хотим, чтобы все работало, кто-то должен этим заниматься. Можно, пожалуйста, следующий слайд? И случился 19-й год, год переломный для нас, как для организации. И это очень важно в контексте разговора про мониторинг и оценку. Потому что раньше, до 19-го года, мы тоже занимались мониторингом и оценкой. Но в основном это была оценка процессов, связанных с работой с нашими подопечными. То есть что меняется в их жизни, каким навыкам они научились, что там происходит непосредственно в их личных дорожных картах. 19-й год переломил все. 20, практически вот скоро будет годовщина. 27-го, по-моему, июня наша очень небольшая река Уда вышла из берегов. И, как вы можете заметить, приблизительно две трети города со всей инфраструктурой. Вот тут, видите, у нас дом культуры утонул. И, значит, целые микрорайоны ушли под воду. Это было просто ужасно. Это была гуманитарная катастрофа в отдельном взятом маленьком городке. Еще раз напоминаю, 500 километров туда и 500 километров аббата нет никого. Мы оказались. И там, наверное, знаете, вот если по-честному поговорить, суток пять мы вообще были одни с этой бедой. Пока прилетели вертолеты и Мутко, мы были одни с этой бедой. И в этот самый момент, в день, когда вода вышла из берегов, мы осознали, что мы можем больше. Что все те процессы, которыми мы занимаемся, и касательно развития благотворительности, волонтерства, филантропии, еще некоторые вещи, условно, урбанистикой мы занимались, потому что нужно было доступную среду продвигать в городе. То есть вот эти разные процессы. Мы гуманитарный центр открыли к часу дня. В 10 вода вышла, в час дня мы настроили все процессы, открыли гуманитарный центр. Пять суток в городе мы работали вообще одни. То есть бюджетная машина, ей очень трудно. Я ни в коем случае не имею в виду, что там кто-то хороший, кто-то плохой. Разговор про то, что процессы очень сложно провернуть в бюджетной машине. И вот 10 суток мы работали как гуманитарный центр, переосмысливая всю свою жизнь как организацию. Артем, как это событие повлияло на организацию? Как вы изменились? Слушай, Маш, ситуация такая. Мы осознали. Вот сейчас можно следующий слайд? Ну давайте так сделаем. Значит ситуация такая. Мы занимались оценкой. Но это было бессистемно, фрагментарно и направлено в основном только на целевую аудиторию. В 19-м году после наводнения, когда мы увидели, сколько процессов мы можем делать, мы стали задавать себе вопросы. А как же нам понять, куда нам двигаться? Как двигаться? Как оценить каждый шаг и ведет ли к нашей миссии? Как объяснить самим себе, что мы двигаемся туда, куда нужно? И вот мы тоже вчера, Маш, говорили про самую, наверное, для меня очень важную метафору. Про то, что у каждой некоммерческой организации. И вот здесь это прямо написано, вот на этом слайде, может быть не очень очевидно. Есть маяк, куда мы идем. Это очень важно. Чем меньше организация, тем важнее этот маяк. Потому что в маленькой организации, такой как наша, у нас 4 штатных сотрудника. Всего лишь 4. Появились они после наводнения. До этого мы жили в режиме, знаете, как боксер-любитель. Мы, конечно, выходим на ринг, но от раза к разу. А здесь нужно становиться профессионалом. И поэтому нам нужен маяк. У нас появилась миссия, стратегия, появились штатные единицы. И совершенно другой появился запрос от команды. А что мы делаем? А как вклад каждого из нас соотносится с этим маяком? А к чему мы в конце концов придем? А как объяснить вообще в семье, где я работаю? Ну, то есть у нас в городе, когда у меня сестра в нашей организации фандрайзер. И она, когда объясняет своим друзьям, где она работает, она тратит на это 45 минут минимум, чтобы объяснить, что только фандрайзер. И ей важно самой верить в то, что каждый ее шаг ведет нас к этому маяку. И для нас система мониторинга и оценки это как карта, на которую мы всегда можем взглянуть и посмотреть. Вот эти шаги, которые совершил каждый из нас, которые совершила организация в целом, куда они идут? Ведут ли они нас к миссии? И вот как раз в 2019 году, Маш, возвращаясь к этому вопросу, именно после наводнения мы осознали, что без этого маяка и без этой сверки, как организация, мы никогда не станем профессионалами. Если мы хотим туда идти, если мы хотим штатной единицы, если мы хотим работать здесь, а не приходить сюда после работы, вот мы как раньше жили, до пяти часов мы работаем на работе, в пять быстро-быстро бежим к нам в офис и начинаем что-то делать. Делать ярмарку благотворительную, которой вот 10 лет, делать фестиваль для людей с ограниченными возможностями, которые в этом году объединили 15 субъектов федерации. Это огромный фестиваль, который мог родиться где угодно, в Москве, в Петербурге, но родился здесь, в Нижнеудинске. И мы это делали после работы. Так вот, если мы хотим стать организацией, нам нужно по-другому относиться к тому, чтобы вот смотреть, оглядываться и смотреть, каждый шаг ведет к миссии, каждый ресурс, каждая копеечка должна идти только туда, в сторону маяка. И оценить это может помочь только мониторинг и оценка. И поэтому 19-й год как раз вот это в сознании перещелкнуло нам всем. Спасибо большое, Итем. Можно здесь вот сразу вопрос небольшой, то, что касается именно данного этапа и мониторинга и оценки в системе работы организации. Была ли у вас какая-то формализованная работа вот по осмыслению предыдущего опыта работы организации как сервисной, и вашего нового пути, возможно, новой стратегии? Или это осознавалось вами уже в процессе перестройки? Потому что понятно, что вы были, работали в очень экстремальных условиях, но вот после них была ли какая-то специально созданная деятельность? Либо это было просто в рабочем режиме происходило? Понял. До 19-го года как организация никакой системы не было вообще, кроме периодических встреч с командой. После 19-го у нас, во-первых, остались еженедельные сверки, где мы собираемся всей командой, и процесс каждого из членов команды подвергаем анализу. Если мы сейчас лиснем на следующий слайд, то здесь как раз видно, что после 19-го года у нас стала формироваться... Я не могу назвать эту систему прямо сейчас, но хочется, чтобы она была. Но появились некоторые элементы этой системы. Во-первых, безусловно, еженедельные сверки с каждым членом команды. Мы прям собираемся. А у нас, знаете, про организационную культуру, если говорить, у нас на такой переход из состояния тусовки в состояние механизации, когда мы пытаемся сохранить атмосферу вот этой задорной маленькой семьи, немножко бешеной, с тем, что нам уже сейчас нужны процессы. Понимаете? Не просто ай-яй-яй, побежали. Это, возвращаясь к метафоре с маяком, маленькие некоммерческие организации очень часто переживают удивительный момент, когда вдруг, неожиданно, возьмет и защемит хвост кому-то в команде, и мы начинаем бешено работать. Ну там, ой, мы получили грант и побежали работать. Ой, сегодня нам, значит, администрация палки в колеса не вставляет, значит, надо быстро работать. Или, ой, кто-то пришел в команду такой ядерный, и все поперло. И мы в этот момент часто забываем о том, куда мы идем. Ну, то есть, мы сначала бежим месяца полтора, пока есть силы. И это, это очень, очень плохо. В особенности для небольших организаций, где каждый рубль, каждый ресурс, каждая минута времени стоит безумно дорого, дороже, чем в больших организациях. И сейчас, когда у нас вот эти вот элементы системы страхуют нас от этого, и это, значит, ежедневной сверки, где мы говорим, так, уважаемые коллеги, что у нас там вот в этом проекте происходит? А, значит, в бухгалтерии, а с оценкой результатов вот этого проекта, а с отчетом? И это реально происходит как минимум раз в неделю, а в последнее время даже два мы чуть-чуть делим некоторые процессы, там, бумажно-финансовые, процессы все-таки чуть-чуть там по средам это обсуждаем, условно говоря, а проекты по пятницам. И это становится системой, это очень радует. Во-вторых, это постоянные разговоры, разговоры со стейк-колдерами, разговоры с хейтерами. Сейчас, кстати, сегодня утром я занимался как раз разговором с хейтером. Вот. Это важно тоже для того, чтобы понимать, как мы выглядим со стороны, правильно воспринимают наш путь, осознают ли наши стейк-колдеры, к какому маяку мы идем, условно говоря. Это процессы, которые позволяют вовлекать в механизмы оценки членов команды. И, на мой взгляд, один из ценнейших процессов, которые мы делаем, это работа с информацией. И ее, безусловно, фильтрация. Для анализа и оценки очень важно качество информации. И у нас, в нашей организации, на сегодняшний день четыре благотворительные программы. Осталось направление по работе с людьми с инвалидностью, по работе с добровольцами. У нас есть культурная программа и программа поддержки и развития местных сообществ. И вот как раз, условно говоря, про программу развития местных сообществ, мы оцениваем ее через информацию, которую собираем практически в еженедневном, ну и не ежедневном, но еженедельном формате, это точно. Это любая полученная субсидия или грант, информация попадает к нам. В какой-то организации что-то произошло, что-то случилось, какой-то процесс запустился, эта информация попадает к нам. Муниципалитет запускает конкурс для поддержки некоммерческих организаций, эта информация попадает к нам. Сколько денег, кто будет оценивать, там и так далее, и так далее, и так далее. Ценность этой информации просто огромна, потому что невозможно совершать мониторинг, особенно оценки того, что мы наделали. То есть одно дело, когда мы смотрим и оцениваем организационные процессы внутри организации, которые мы вот в этих еженедельных сверхах как раз оцениваем. И другое дело, когда мы пытаемся оценить, о чем мы как ресурсные организации изменили. Это очень сложно, особенно для ресурсной организации. Потому что одно дело, когда ты там помогаешь бездомным животным и можно померить количество собачьих. Ну, это хотя бы как-то более в голове обывателя понятный процесс. Но как объяснить, что вот эти вот люди, которые получают зарплату там какую-то в этой некоммерческой организации, когда у нас в провинции, ну, у нас зарплата в организации выше, чем средняя по больнице в городе. И для того, чтобы... Артем, могу ли здесь тоже вот вопрос задать, чтобы мы четче представляли, как у вас сейчас в организации выстроена все-таки, мне видится, эта система оценки мониторинга. Если я правильно поняла, то задействованы в сборе информации все, члены коллектива, все члены команды на сверхах еженедельных во время сбора разных данных, в том числе по тому, по вашим благополучателям, по целевой аудитории сектора НКО в Нижнеудинске. А кто курирует? Кто в команде занимается контролем этого процесса, его организации? Чья это функция? Спасибо, Марк. До 2019 года этим занимался я один практически. у меня аналитический склад ума и я очень люблю анализировать, что происходит там вокруг. И занимался человек, который работал непосредственно, ну типа зал очень у нас был, мы так называли, который непосредственно работал с ребятами. После 2019 года был период, когда тоже занимался я один, но это был очень короткий период. И на сегодняшний день у нас у каждого проекта есть менеджер, который получает заработную плату, это входит в его функцию. То есть, вот эту проектную историю он оценивает самостоятельно. Он и рассказывает нам, собственно, на сверках, а что там у него происходит в проекте. Плюс есть открытые, ну как бы данные, которые собираются в проекте, в любом случае, которые он при желании бы хотел бы скрыть, да не скроет, то есть там отзывы, анкеты обратной связи и так далее, и так далее. Но это ответственность менеджера. И часть процессов, по-прежнему веду я, они связаны вот с аналитикой этих данных. Мне кажется, это вполне рабочая схема для небольших организаций, потому что кого-то отдельно там условно содержать это дорого в наших условиях, а руководитель же тоже чем-то занимается, пусть занимается оценкой. Так мы подумали. Ну, в общем, это зона ответственности руководителя, менеджера, так скажем, и менеджера проекта, и руководителя организации. А кто после это обрабатывает и в нашем случае упаковывает вот в раздел отчета? Я понимаю, что это тоже функция руководителя. Не совсем. Это удивительная штука. Мы очень, я не знаю, там это есть на слайдах, попозже, но я скажу, протезерю, что мы чем дальше и больше занимаемся оценкой, тем больше понимаем, сколько всему в ней не знаем. И сколько мы всего открываем каждый там день и месяц и очередной отчетный период. Условно говоря, когда мы начинали, мы стали почему-то оценивать только одну из программ. Не все четыре, а одну. и вот здесь то же самое. Мы придумали, как мы это делаем, но каждый раз мы находим разные решения. В последний отчет, вот конкретно вот этот отчет, это был конкурс подборкой текста и работой с текстом занимался непосредственно я. То есть, вот анализ информации, это была моя ответственность. дизайнер был, нам достался как раз благодаря победе в конкурсе, человек, который занимался вычеткой, что очень важно для отчетов. И, кстати, не очень там он успешно это сделал, но это тоже был человек из конкурса, который к нам пришел. До этого у нас был, мы привлекали волонтера дизайнера, который этим занимался. То есть, контент моя ответственность, упаковка профессионал. Это очень важно. Даже маленькой общественной организации стараться свои продукты делать максимально профессионально по возможности, которые существуют. Сегодня мир, ну, я хотел сказать, границ не имеет, но в некоторых смыслах границы муниципального образования отсутствуют. И мы имеем возможность привлекать прекрасных волонтеров, настоящих профессионалов из разных городов, страны, которые с удовольствием задизайнерят там маленькой провинциальной организации. А что? Следующий отчет, который мы будем делать, он вообще будет совершенно другой, потому что вот сейчас я поздравляю тех, кто в последней волне ФПГ получил, если здесь такие есть, поздравляю с победой. У нас в гранте, который мы получили, зашита работа социологов. И это будет первый отчет, где анализ влияния нашей организации на процессы будут проводить вообще люди, которые о нас ничего не знают. И для нас это очень важно, потому что это повышает, вот на слайде мы видим ценность информации. Она не будет искажена нашим восприятием, нашим желанием считать, что мы там что-то такое невероятное делаем. Артем, вот сейчас вернемся к отчету. Вот коллеги пишут, что тоже победили в конкурсе фонда президентских грантов. Коллеги, поздравляем вас. Я бы хотела сейчас вернуться к отчету и вспомнить, что ваша организация, да, может быть, вот такой красивый отчет появился не так давно, да, с помощью привлеченных в том числе коллег, сотрудников и ресурсов на такое именно визуализацию и воплощение, но организация уже очень давно практикует так издание годового отчета. У вас на сайте 12-й год, это год первого публичного годового отчета. Для районной организации, мне кажется, это большое достижение. Когда ИКЕ, может быть, было принято решение о включении отдельного блока, посвященного мониторингу и оценке? Когда вы проектировали очередной отчет и было принято решение, что мы хотим помимо финансовой отчетности, помимо программной отчетности, помимо описания процессов, благодарности команде, мы хотим включить информацию про мониторинг и оценку. Спасибо, Маш, за то, что ты очень важную для нас вещь отметила про долгую историю работы над публичной отчетностью. Не зря наша организация называется доверие. Нам кажется, что это самый главный ресурс, который есть в некоммерческой организации. Это доверие. И мы начинали писать отчет, когда, конечно, мы не думали про мониторинг и оценку, мы не думали о том, что это нужно включать какой-то отдельный раздел, потому что мы были совсем маленькие. Мы просто увидели конкурс, который сулил нам что-то прекрасное. Мы подумали, наверное, нужно рассказать. Чуть позже мы осознали, что каждый отчет, видите, какая штука, работа над отчетом в принципе подразумевает, что ты занимаешься мониторингом. Как же ты можешь что-то рассказывать, если ты не изучаешь, как ты прожил этот период, что случилось внутри тебя, внутри организации, вокруг тебя. Кому будет интересно прочитать твой отчет, если там не будет жизни. И очень у нас в первых отчетах тоже, то есть вот это вот есть, уже была потребность рассказать об этом, но мы еще не понимали, что есть вообще мониторинг и оценка в некоммерческих организациях тогда. и у нас там был кризис в организации в один момент, и мне кажется, что отчет это тот инструмент, который отчасти помог нам кризис пережить. Отчет называется книга перемен, у нас были очень серьезные изменения в организации, и вот он весь вообще состоит по большому счету из оценки. в первую очередь он нам помог, команде помог. И вот тогда первый раз мы подумали, что это классная вещь, именно оценка, но отдельный блок, и прямо мы в момент, когда мы планировали, работали с отчетом, и мы говорили, нам нужно написать это отдельно, потому что мы перестали быть, помните, вначале мы говорили про любителей и профессионалов, мы в своей голове себе сами сказали, мы больше не будем любителями, нам важно идти в другую сторону и становиться профессионалами, и процессы мониторинга оценки, когда ты начинаешь этим заниматься, они меняют процессы в самой организации, и вот мне кажется, это был тот момент, когда видите, что появляется раньше, курица и яйцо, процесс появился или в отчете блок, то есть тот отчет книга перемен, он вообще целиком про мониторинг и оценку, но с другой стороны четкое решение, что мы выносим отдельный блок, это было в подготовке к этому отчету, потому что случился еще один слом, кризис это всегда возможность вырасти, и первый кризис нам это там сделал, и мы в себя поверили, а второй вот этот наводненческий, он сказал нам, будете дальше после работы работать, так и останетесь, ну вот такой же любительской организации, каких десятки, десятки в маленьких городах, они есть, они работают, хотите быть лучше, давайте делать это профессионально, и поэтому мы сели и решили, теперь у нас в отчетах это будет постоянно, теперь мы будем зашивать, стараться зашивать некоторые процессы, которые стоят денег, в гранты, и заниматься этим осознанно, теперь мы переоценим все те проекты, которые уже сделаны и не подвергались глубокой оценке влияния, которыми мы гордимся, мы про них рассказываем всем, что реально они изменили, и у нас в будущем мы даже придумали себе не знаю получится или нет, но мы хотим в ВК сделать такое онлайн шоу для нашей лояльной базы и в режиме без галстуков пригласить их к оценке в том числе проекции, которые мы делаем, то есть если про блог, то он появился в этом отчете, если про осознание, то это предыдущий наш кризис, Артем, не дождемся следующего. Спасибо, Артем, Ирина, коллеги, возможно, вот в этом этапе нашей встречи появились вопросы, на которые хотелось бы найти ответы, их нам сейчас задать, я приглашаю вас, коллеги, к разговору, можно писать, напомню, в чат, можно выходить в эфир голосом, будем рады вашим вопросам. Давайте, коллеги, я начну, если можно. Артем, можешь поделиться, какие навыки из вот того опыта, который вы приобрели за все эти годы, какие навыки с вашей точки зрения являются критическими, что обязательно должно быть у каждого члена команды, если вы задумываетесь о том, чтобы перевести свою работу на профессиональные рельсы и начать рефлексировать по поводу того, что и как вы делаете. Спасибо, Ир, за вопрос. Это скорее не навык, мне кажется, это не навык, но первое, что должно быть, это чувство ответственности, готовность эту ответственность на себя взять. Если про навыки, которые нам помогали, это 100% должен быть человек в команде с аналитическим складом ума. и, наверное, мне кажется очень важным, нам это помогает и помогало, и перестраиваться помогало, это готовность работать в команде. Я работаю еще в бюджете, я немножечко, и я очень-очень-очень вижу разницу, когда люди, разделяя миссию, готовы работать в команде. И как они перемноживают друг друга в этой команде работы. Мне кажется, это очень ценно. Непосредственно, если ты хочешь становиться профессионалом. Ответственность, помноженная на готовность ради миссии работать, и это просто, ну я не знаю, супер двигатель. Спасибо. Но послушай, людей ответственных, которые готовы работать ради миссии, наверное, такие есть, но что можно и нужно делать внутри организации, чтобы вот эта организационная культура, даже тех, кто может быть не полностью сонастроен с вашей миссией, и может быть не до конца понимают, что такое ответственность, что нужно делать, чтобы люди становились такими, какими вы стали? Мне кажется, что я не могу сказать, что нужно. Наверное, для этого нужно быть каким-то очень большим, опытным профессионалом с седой бородой, который поработал 75 лет в разных организациях. Но я могу сказать, что нам помогло. Когда вот у нас здесь на слайде, они опять написаны про эти еженедельные сверки, у нас был период, очень большой период, когда в организации никто не получал зарплату. и работали мы. Вот я сейчас, знаете, вот сейчас про себя думаю и совершенно отчетливо это вижу. Эти годы нам помогал разделять ответственность и разделять миссию как раз практически еженедельные, вот эти еженедельные встречи с разговорами о том, что по чуть-чуть каждый из нас что-то меняет. На этих встречах мы постоянно договаривались о том, куда мы идем. Не сразу, не в первый год это случилось, но как только мы начали это делать, гигантские изменения произошли в команде. После этого, кстати, что характерно, у нас не задерживаются люди, которые не разделяют миссию. Им стоит прийти два раза в организацию даже за деньги и они не задерживаются, потому что люди самонастраиваются еженедельно. Это не планерка в понимании, когда кто-то приходит и раздает команды. Это разговор про то, что я для того, чтобы мы продвинулись, делаю вот это вот. А куда мы двигаемся? Мы стараемся не реже двух раз в год проводить стратегические внутрикомандные сессии для того, чтобы, а все же меняется постоянно. в этом абсолютно нестабильном мире и мы вынуждены, ну, два раза в год мы стараемся это делать, чтобы в этих изменениях не потерять миссию, не потерять этот вектор. И вот этот очень простой механизм, ну, я в кавычках говорю, да, очень простой, но на самом деле любая маленькая организация без всяких дополнительных затрат может позволить себе разговаривать друг с другом. Это вообще ничего не стоит. и за это долгое время возникали разные формулировки, разные предложения, куда подвигаться. И если ты еще в этих разговорах слышишь друг друга, то вам гарантированно очень сильная команда. И в момент, когда она набирает силу, она очень с легкостью готова брать на себя ответственность, потому что внутри каждый верит и знает, куда он идет. Это может звучать очень из разряда тренинг за 10 тысяч долларов, вход на вот эти все, но это правда работает. И мы начинали, мы никто не умел, ни менеджмент, ни там, не знаю, фандрайзинг, мы этих слов не знали. Но сегодня у нас в регионе, ну, я не знаю, найдите НКОшку, которая нас не знает. Но таких нет. И это к тому, что мы идем вместе рука об руку, а идти вместе, возвращаясь к теме встречи, и не потеряться, и всегда оглянуться и посмотреть по одному, по тому ли маршруту мы идем, помогает мониторинг и оценка. То есть это очень важный процесс, влияющий на очень многие вещи в организационной культуре, в управлении организацией, в том, как организация способна себя позиционировать во внешнюю среду, в переговоры с партнерами, в работу с волонтерами, потому что, вот представьте, есть организация, которая не занимается мониторингом, и к ней пришел волонтер, И она радостно говорит, ура, 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 у нас есть волонтер. А есть организация, которая занимается и которая знает, что у нас там по статистике 11-классники дольше полугода не живут в организации, потому что у них ЕГЭ, тыры-пыры-растопыры. Откуда нам это знать, если мы не будем анализировать? К нам пришли партнеры, и мы очень четко, благодаря мониторингу, знаем, а сколько он способен реально принести нам. Ну то есть, а стоит ли он усилить? И куча-куча-куча вот таких процессов. Поэтому, если про навыки говорить, возвращаясь к вопросу, я не могу назвать навыки, но я могу сказать, что самое ценное, это идти рука об руку к тому маяку, и если это будет, то навыки появятся. Первично вот это, вот так. Спасибо. Артем, я хочу вернуться несколько назад, потому что в твоем выступлении, когда ты рассказывала про оценку и мониторинг, прозвучало, что менеджеры проектов собирают информацию, в том числе используют разные формы. Звучали отзывы, звучала анкета. Вот можно здесь чуть подробнее. То, что уже назвали, может быть формой сбора обратной связи, может быть формой контакта с благополучателями. Вот как вы собираете информацию о своей деятельности? В том числе ты говорил про разговоры с лояльными участниками процесса, с вашими сторонниками, с теми, с кем есть конфликтная ситуация. Вот что вы используете для сбора информации о своей работе? Спасибо, Маш. Ничего удивительного не скажу. Это, в первую очередь, живые механизмы прямого контакта, так их назовем. Наверное, есть какой-то, если бы я был старец бородой, я бы не знал, как это называется. Но в целом мы назовем это прямые контакты с нашими товарищами. Это разговоры. Мы звоним экспертам внутри нашего города. То есть условно мы провели мероприятие, связанное с благотворительностью. Сто процентов мы проведем встречи с муниципалитетом. Сто процентов. Это будут личные встречи, это экспертные разговоры. Мы их записываем на аудио. Записываем не для фонда президентских грантов, а для того, чтобы потом иногда чуть-чуть возвращаться. Особенно в разрезе трех лет, послушать, что люди говорят. Это вот такие разговоры. Это разговоры с партнерами, которые к нам приезжают, уезжают. Сто процентов мы проведем с ними как минимум один разговор. И через время обязательно дошлем какую-нибудь анкетку. Потому что иногда нужно время на то, чтобы понять, что там и как к этому относиться. Это гугл-опросы самые разнообразные. Это у нас есть, например, отдел по работе с некоммерческими организациями в администрации района. И там есть гигантская база информации. Мы туда тоже ходим и тоже разговариваем. И базу эту немножечко юзаем. Ну, в общем, делим на две части. Это разговор тет-а-тет, не публичный. Это важно. И электронные способы сбора данных. И плюс еще есть такой старый-старый, знаете, способ. Но мы его очень любим. Этот старый-старый способ. Это бумажный листик сбора обратной связи. Удивительная штука, как прекрасно они работают. Может быть, потому что мы тут живем очень далеко. А может быть, потому что люди очень любят ручку и бумагу. И готовы ей доверять больше, чем обезличенному в гугле опроснику. И после каждого мероприятия и во время мероприятия у нас обязательно работают волонтеры. Которые с этими самыми листиками ходят, бродят. И люди своими руками, своими руками берут от листика, на коленочки пишут. Это потрясающе. Потому что запомнить опрос в гугле – это история про то, про какую-то формальную оценку. Ну, то есть, там 3 баллов, 5 баллов. Мы сами все прекрасно знаете, что вопросы из разряда «оставьте свой комментарий». Если он без звездочки, то, вероятнее всего, там напишут «спасибо», «ура». Нечего оценить. А когда человек имеет очень большую мотивацию, если он сел писать, он реально хочет. Он реально хочет что-то вам сказать. Это удивительная вещь. И мы не отказываемся от этого простого механизма. Вот уже 10 лет с огромным удовольствием эти листочки носим на все мероприятия. Вот. Да, спасибо. Плюс, знаете, еще есть такой инструмент. Он, к нему по-разному относятся, но мы его все равно используем. Это мониторинг комментариев в социальных сетях. И попытка проанализировать, почему это происходит. И иногда, у нас, знаете, был такой период, мы в мессенджерах выискивали болевые точки городские. То есть, привалило к нам, ну, там, я не знаю, наводнение здесь, конечно, не подойдет. Вот до наводнения мы это делали. У нас был человек в организации, который просматривал все городские чаты. Это абсолютно правда. Вот перед наводнением, когда у нас появилось осознание, что, наверное, мы все-таки должны перерождаться. И мы смотрели, какие есть проблемы в городе. Мы тогда делали социальный паспорт. Это у Нины Самарина, фонды местных сообществ, используют технологию. Значит, мы делали социальный паспорт Нижнеунинска. И это был важный механизм для того, чтобы понять, в какие из процессов развития городских сообществ мы, как организация, можем включиться. Поэтому мы поддерживали издание этого паспорта. И мы мониторили, значит, эти самые мессенджеры. И это удивительная вещь. То есть, если оттуда убрать все эмоции, все вот эти прекрасные душевные, вежливые разговоры самых деятельных людей, то там можно найти очень классные вещи, которые можно тоже подвергать анализу. Допустим, отношение к ТОСам. Вот, условно говоря, сразу после наводнения у нас стали появляться, ну, там, где-то с 18-го года, стали появляться ТОСы до наводнения и сразу после, там просто рост был очень большой. И люди воспринимали, большинство людей воспринимало ТОСы, как, ой, государство перекладывает свою ответственность на людей. Ай-й-й, как-то плохо. И это было видно в социальных сетях. Сегодня таких мнений меньшинство. И мы это видим. В том числе из... То есть, хейтеры перестали эту тему подхватывать. Она уже, ну, никого не будоражит. И это тоже показатель для анализа. То есть, вот это мы тоже, ну, немножко используем. Спасибо большое, Артем. Коллеги, есть ли вопросы? Предлагаю включиться. Напомню, у нас есть чаты, можно голосом. У нас в чате есть вопрос от Зои Ильинской про фандрайзинговые инструменты. Поскольку вот наша сегодня встреча не про фандрайзинг как процесс, а больше про мониторинг и оценку, я спросила бы Артем очень коротко ответить. Может быть, дать ссылку на отчет, где у вас, я знаю, есть эта информация. Вот, и, может быть, подробнее обсудить с Зоей за рамками встречи. Спасибо, Маша. Зоя, спасибо за вопрос. Меня можно найти в ВК очень легко. И если это интересно, мы можем, да, за рамками этой встречи. Мы готовы рассказать. Там ничего удивительного нет. И в конце презентации там будет слайд с местом точного расположения отчета. Ничего искать не надо. Кликните по QR-коду и попадете прямо непосредственно в отчет. Там тоже немножко информации об этом есть. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Артему про опыт организации доверия из Нижнеудинска в мониторинге оценки и презентации в отчете. Очень маленькая организация. Коллеги, пока не вижу вопросов. Если вопросов нет, возможно, Артем, у тебя еще осталась информация. Мы можем докликать презентацию, если что-то очень важное там есть. Я просто не помню. Я бы прокомментировал. Можем полистать. Про это я говорил. Это тоже важная вещь про то, что ты никогда не будешь готов на 100%. Всегда есть зоны роста. И мы сейчас очень четко понимаем, что мы оцениваем не все. А оценка это еще про безопасность. Чтобы мы всегда могли любому показать и рассказать, как мы живем, что мы делаем, на что мы тратим деньги. Это очень нужно для организации, для того, чтобы сохранять этот невероятно важный ресурс доверия. И сейчас мы понимаем, сколько всего мы не делаем. И чем больше ты делаешь, тем больше ты понимаешь, сколько всего ты не делаешь. И не нужно переживать и бояться, что у нас маленькая организация, мы все не сможем сразу охватить. Будет прекрасно, если вы хотя бы что-то начнете оценивать и включать это в отчеты и рассказывать об этом вашим благополучателям. Не обязательно, или партнерам, кому угодно, стейкхолдерам, не обязательно это все в бумажку. Это могут быть классные посты в соцсетях, это может быть какое-нибудь видео от руководителя. Это что угодно может быть. Это зависит от того, для кого вы это делаете и какими ресурсами вы располагаете. Но точно будьте уверены, что чем больше вы будете этим делать, тем больше вам захочется это делать, но это будет стоить уже определенных ресурсов. Вот про это слайд. Можем дальше проскочить. Я все-таки об этом скажу, мне кажется, это важно. Коллеги, иногда оценка приобретает удивительные формы, и мы этими формами очень гордимся. Мы, когда стали оценивать вот эту программу «Общественный Нижний Унис», которая направлена на развитие местных сообществ, у нас появилось два классных продукта, которые появились только благодаря тому, что мы занимаемся оценкой и мониторингом. И они все насквозь про это. Можете посмотреть. Один верхний QR-код – это портал «Метро городских сообществ». Это портал, на котором мы проводим мониторинг и оценку развития всех городских сообществ. И удивительно, что это практически ничего не стоит, кроме времени. То есть это очень бюджетное решение, и если есть организации, которые, как и мы, ресурсники, это, по-моему, просто суперкейс, берите, пользуйтесь. И еще один механизм, которым мы пользуемся, я о нем не сказал. Вот сейчас скажу. Мы берем людей, приводим к нам в студию. У нас есть студия для записи подкастов и видеопередач. И в этой студии, в нашем маленьком, я еще раз говорю, 30 тысяч населения, маленький город, у нас студия в организации круче, чем в местном телевидении. И мы там, приглашая туда людей, это руководители общественных организаций, это люди, которые совершили классные вещи, это люди, которые к нам приехали из других территорий. И мы заставляем их подвергнуть анализу то, что они делают в нашем городе, и рассказываем об этом людям. Это удивительно, потому что там три года назад никто в городе не понимал, что такое НКО. Просто люди этого не знают, они с этим не сталкиваются. Благодаря тому, что мы запустили проект «Говорит и показывает» и делаем подкасты, делаем передачи, сегодня люди начинают анализировать то же, что происходит в городе благодаря НКО. Это очень важно, этого бы не было, если бы мы не занимались анализом и в какой-то момент не поняли, что оказывается мы живем в своем мире, и нам-то все классно, мы-то все знаем. Мы знаем, кто такие НКО, мы знаем, что мы делаем, а есть из этих 30 тысяч примерно 29 900, не знаю, и им нужно рассказывать. И это тоже появилось благодаря тому, что у нас в организации есть вот эта вот прививка необходимостью заниматься мониторингом оценки. Вот, по-моему, у меня окончились слайды. А, да, вот ссылочка, если вы хотите почитать. У нас наш основной сайт на ремонте находится сейчас, там некоторые страницы замутированы, просто их невозможно открыть. Но мы на сайте метро, все наши отчеты висят с 2012 года, можно любое посмотреть. По ссылке откроется непосредственно вот этот последний отчет, о котором мы сегодня говорили. Да, большое спасибо, Артем, за презентацию опыта, за очень яркий рассказ про Нижнеудинскую организацию доверия. Мне кажется, мы сегодня все немножко стали фанатами и доверия, и города Нижнеудинск. Точно могу говорить за себя, но я думаю, что коллеги тоже почувствовали, с каким теплом вы работаете, как это транслируется, в том числе и в ваших документах, в вашем отчете и в твоем выступлении. Мне кажется, мы сегодня затронули с твоей помощью очень любопытную историю, очень ценную историю о том, что не стоит ждать, когда станешь большим, когда оборот денежных средств в организации, когда бюджет твоей НКО станет больше 10, 20, 50 и других цифр, оценка – это очень хороший помощник, оценка – это очень гибкий инструмент, и можно использовать его на самом старте, можно использовать тогда, когда в этом есть потребность, даже не задействуя большое количество ресурсов, но меняя жизнь и своей организации, и влияя на своих подопечных. Мне кажется, это очень ценный для нас вывод, и спасибо, что с твоей помощью мы сегодня смогли его озвучить. Спасибо большое, Маш, спасибо большое за приглашение, это правда невероятная честь, и сегодня у меня вся команда сидит в офисе, они в офисе, они все переживают, они очень гордятся тем, что… Вы знаете, меня иногда спрашивают, почему ты не уезжаешь? Ну, типа, что ты живешь-то в этом маленьком городе, зачем? А я убежден, что, и до сих пор я это говорю, несмотря на все то, что происходит, история с границами вот внутри даже страны, она совершенно другая сегодня. Ты можешь быть где угодно и при этом делать вещи, которые для кого-то в другой точке этой огромной планеты могут быть примером. И вот они сейчас там сидят и ощущают, что прямо в эту секундочку их маленький труд для кого-то пример. Это, на мой взгляд, фантастика. Поэтому, правда, большое спасибо за приглашение, это очень-очень тепло. И если будете в Нижнеудинске, пейте на 126, у нас всегда для вас налит чай, кофе, наш прекрасный Нижнеудинский зефир, лучший зефир в стране, кедровая шишечка и куча позитива. Поэтому будете в Нижнеудинске, обязательно приезжайте в гости. Большое спасибо, мне кажется, за таким приглашением. Греф не воспользоваться. Коллеги, если есть комментарии, мы сейчас завершаем нашу встречу, то я приглашаю вас включиться. Маш, если можно, пока коллеги думают, если можно, от форума доноров. То, что мне показалось, наверное, самым ценным, помимо того, что Артем поделился опытом, как они используют мониторинг и оценку в качестве инструмента, мне кажется, сегодняшний рассказ был прекрасной иллюстрацией того, что оценка – это проорганизационную культуру. Это прекрасная иллюстрация того, что тут на 100% соглашусь с Артемом, что тебе не обязательно сидеть в Москве, в Петербурге. Ты можешь сидеть где угодно, но если ты делаешь свою работу профессионально, ты очень хорошо сонастроен с лидерами сектора. Я вот не знаю, Артем видел когда-нибудь или нет документ, который называется «Позиция форума доноров по развитию культуры и оценки в донорском сообществе». Но то, что он сегодня рассказывал, это 100% попадание в то определение, которое донорское сообщество для себя вывело, говоря о том, что такое оценка. Что это непрерывный процесс получения новых знаний о тех программах, проектах и в целом у нашей организации, знаний, которые помогают нам делать нашу работу лучше, социальные инвестиции эффективнее. И мне кажется, это очень-очень круто. И прям, ребята, вам слова сердечной благодарности и поздравления, что вы это делаете. Спасибо. Да, в чате уже Ольга отправила ссылку как раз на позицию форума доноров. Спасибо, Ольга. Вот коллеге, можно тоже с ней ознакомиться. Это правда очень-очень дельный, очень ценный документ. Подводя итоги нашей встречи, я бы хотела сказать о том, что запись сегодняшней встречи, как и запись предыдущих событий, будут направлены всем, кто отправил заявку на регистрацию на цикл наших встреч. И я вижу, что Алина Плотникова сейчас поддерживает меня, и именно этим мы сейчас займемся в ближайшее время. Если запись вдруг потеряете, они будут в нашей группе ВКонтакте, они будут в YouTube-канале Ассоциации специалистов по оценке. Там тоже можно найти, как и другие записи, в том числе записи с прошедшей, прошлогодней нашей конференции. Там есть записи стримов, отдельных сессий, их тоже можно посмотреть. И, пользуясь сегодняшним вниманием вашим коллеге, я приглашаю вас от лица правления, от лица всей Ассоциации на ближайшую нашу встречу, на ближайшее событие. В октябре пройдет наша очередная конференция. 17-го – это семинары, дата проведения семинаров. 18-го, 19-го октября – это дата проведения самого события. На сайте Ассоциации уже открыта форма заявки для подачи своих предложений о выступлении. Я прошу сейчас коллег отправить в чат ссылку, там в том числе есть анонс события. В этом году мы делаем фокус вместе с коллегами на отечественный опыт в оценке и мониторинге и приглашаем тех коллег, которые в течение прошедшего года, или, может быть, это было раньше, но пока у них не было возможности об этом рассказать, поделиться с другими коллегами, потому что нам кажется, что сейчас есть некий разрыв. Есть коллеги очень опытные, кто давно практикует, использует оценку, и есть большая часть организации, большая часть структур, которые пока не внедряют эти процессы в свою систему, в систему своей работы. Нам бы хотелось подружить с те и другими организациями, поэтому приглашаем сейчас подать заявку на участие. Сбор заявок уже открыт. Я напомню, 18-19 октября и 17-го пройдут семинары для начинающих специалистов по оценке, для начинающих оценщиков. Я вижу, что в чате уже появились ссылки. Коллеги, будем рады вам. Спасибо за участие и хорошего дня. Маша, я бы хотела еще дополнить. Коллеги, мы также приглашаем вас принять участие в организации конференции. И если вы хотите вступить в рабочую группу, вы можете писать на мой адрес электронной почты об этом. Мы обязательно рассмотрим все заявки и будем рады вашему участию. Спасибо, Алина, за дополнение. Коллеги, будем вам рады в качестве участников, в качестве членов рабочей группы. Пожалуйста, присоединяйтесь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok